Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы рассмотрим видения немножко с другой стороны. Некоторые люди просто заходят, убивают те зоны, которые им нужны для апа плаща, и в принципе, не заморачиваясь, просто-напросто ливают с этих видений, либо быстренько убивают ласта, ну и никаких дополнительных зон, а уж тем более полностью видения не зачищают. В принципе, у каждого свои, скажем так, направления в игре, у каждого свои интересы в игре. Кто-то просто апает плащ, кто-то хочет валюты побольше получить. Это, в принципе, ясное дело. Каждый играет по-разному, у каждого человека разное количество времени. Но в тот момент, когда мы попадаем в зону подготовки этих видений, то есть зал сердца вот этот оскорнённый, где мы говорим с Гневионом, и он пускает нас в видение Аргримара или Штармграда, стоят алтари с масками. И эти маски, для новичка, например, человека, который впервые зайдёт в этот сценарий, покажутся чем-то интересным, чем-то уникальным, и в принципе, так оно и есть. В текущий момент, да и вообще, наверное, до конца 8.3, будет всего 5 масок. Хотя, может, что-то ещё сделают интересное, но посмотрим. Значит, есть маска Долгой Ночи, есть маска Сорви Головы, есть маска Тёмного Воображения, маска Испытывающего Боль и маска Сожжённого Моста. Все эти маски при использовании вешают на игрока дебаф, который как-либо утяжеляет прохождение видения. То есть, например, спавнится войд-зоны различные, или что-то ещё происходит интересное. Сейчас мы обратимся к сайту Вовхед, и я поподробнее абсолютно всё насчёт этого расскажу. Первая маска, о которой пойдёт речь, это маска Долгой Ночи. Она уменьшает максимальное здравомыслие на 50%. Ну а с целью того, чтобы её получить, нужно пройти абсолютно полностью видение. То есть, 2-2 зоны, 2-3 зоны, и, конечно же, нужно убить ластового босса. Можно её получить как в Штормграде, так и в Аргримаре. В любой момент времени. Я думаю, прохождение полного видения, в принципе, достаточно лёгкое сейчас. И в хорошем эквипе можно легко всё закрыть, особенно при раскачанных талантах у панели управления Матриарх. Второй маской является маска Сожжённого Моста. Она спавнит войд зоны при движении под нами. Это весьма интересно, то есть, нужно просто-напросто чуточку побольше стоять на месте. Боид зоны небольшие, пропадают, ну, примерно каждые 10-15 секунд. Поэтому, в принципе, если даже бой проходит в каком-то малом секторе, то всё равно будет свободная зона с целью того, чтобы продолжить бой. С целью того, чтобы получить маску Сожжённого Моста, нужно пройти Аллею Мудрости введение Аргримара с одной активной маской. Например, с маской Долгой Ночи. Третья маска — это маска Сорвиголовы. Урон в виде здравомыслия от мобов увеличен на 150%. Немножко неприятно, но, в принципе, если вы можете абсолютно все косты кикать, если вы ничего лишнего не ловите, то эта маска просто-напросто идеальна. Напомню то, что при прохождении хотя бы с какой-то маской эквип увеличивается, который вы получаете при полном закрытии вижена, там, на 5 левелов, по-моему. Также заражённых реликвий даётся больше. Ну и к тому же, если пройти под всеми пятью масками Жуткое Введение, то даётся достижение. Это весьма интересно, и это ещё в далёком-далёком будущем будем делать. Сейчас это, наверное, математически невозможно. Хотя, может быть, кто-то справится с этим. С целью того, чтобы получить маску Сорвиголовы, нужно пройти Аллею Чести Введения Аргримара с одной активной маской. Ну, то есть, либо с маской Долгой Ночи, либо с предыдущей маской Сожжённого Моста. Тут уже всё зависит от того, какая у вас имеется в текущий момент и какую вы хотите залутать. Четвёртая маска под названием Маска Испытывающего Боль вешает весьма интересный дебаф. Каждая зона содержит два негативных эффекта вместо одного. Ну, если негативные эффекты такие по типу просто-напросто подпрыгнуть или вокруг нас образуются мопчики, нужно через правильную сторону выйти, это в принципе не страшно. Я так считаю. Просто нужно чуточку внимательнее отыгрывать в Введениях. С целью того, чтобы получить эту маску, нужно пройти Старый Город Введения Штормграда с одной активной маской. Опять же, всё зависит от того, какая у вас имеется в текущий момент и какую вы можете нацепить, ну и с какой вам легче играть. Последней маской, пятой, является маска Тёмного Воображения. Её суть в том, то, что будут спавниться дополнительные мопчики при здравомыслии ниже 30%. То есть в текущий момент здравомыслия, ну там где-то 1100-1200, всё зависит от того, как раскачан у вас архив. И если уже менее 400, менее 300, то будут спавниться дополнительные мопчики. Сильные ли они? Вот это вопрос хороший. Ну в плане своего ХП. То есть может просто быть такая ситуация, то, что вам нужно будет резко поставить столб с целью того, чтобы отрегенить санити. Ну, полосочку вот эту здравомыслия, да? И мопчики будут лезть и лезть, и в итоге вы просто не успеете столб поставить. В общем, интересна частота появления мопцов, их ХП, их атака, и делают ли они какие-то станы, контроли, и всё такое прочее. С целью того, чтобы её получить, нужно пройти квартал магов введения Штормграда с одной активной маской. Абсолютно любой. И ранее уже о них обо всех было рассказано. Вот такой вот интересный контент есть в введениях. Может быть, кто-то вообще не засматривался на это, может быть, кто-то просто не зацикливался, а после просмотра видосика так посетит, подумает, скажет, я могу спокойно проходить с этой маской и получать заражённых реликвий побольше с целью того, чтобы начать сокетить свои вещи, с целью того, чтобы быстрее прокачать таланты в архиве Титанов и Матриарх. То есть отказываться от масок при прохождении введения при высоком этом левеле, я думаю, глупо. То есть если вы успешно проходите полностью введение и при этом у вас остаётся, ну, неплохо так, ресурсы, здравомыслие, то почему бы не нацепить на себя какую-то маску и не получить побольше валюты. Я вот нацепил на себя две маски. Значит, какие я там взял на себя? Алтарь сорвиголовы. Хьюзнул. И получается алтарь сожжённого моста. Ну, у меня почти получилось. Там были микро-моменты, на которых я ошибся. Я пересмотрел абсолютно всю запись, извлёк из неё ошибки. Думаю, вы тоже увидите их. Самая главная ошибка была на Рексаре, где я ушёл просто-напросто в Блайнд и словил много минус Санити. Но это дело исправимое, я думаю, в следующий раз будет лучше. Хотя следующая неделя — это Штормград. Там будет ещё веселее. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, приятного просмотра, потому что дальше вас ждёт запись, немножко ускоренная, немножко замедленная, с двумя этими масками. Увидите абсолютно все кварталы, убийство Ласта почти. Ну, позорник, что сказать, не закрыл видение. Бывает. Так, значит, что у нас тут по маскам? Алтарь Сорвиголовы. Это маска, которая быстрее жрёт здравомыслие при получении какого-то дэмэджа. И алтарь Сожжённого Моста. Это маска, которая будет спавнить подо мной войд зоны при движении. Окей, поехали. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, будет весело. Это уж точно. Надо было поесть ещё, но думаю, это акса хорошо будет. Угу, неплохие войд зоны. Кайфовые. Дар Титанов прокнул. Хаста плюс 60. Крутой баф. Это самый ластовый, который прокачивается у Матриарх. Там хаста плюс 60, мувспид плюс 60 и потеря здравомыслия минус 100%. Реально самый классный баф, который только возможен. Если прокнет в какой-нибудь нужный момент, то вообще спасёт. Теоретически. Хм. Круто прыгнул. Доправильно. На маунт садиться не буду. И так добегу. ДК мобильный. Крестный класс всё-таки, конечно же. При условии, если бурст есть. Ага. Да-да-да, бурст. Ага. Спринт. Сейчас бы бурст как-то повышал мувспид. Было бы интересно. бурст. Так, бурст. тут у этого мобчика. Гриппую его к двум другим. План идеальный, я считаю. бурст. Так он чуть-чуть не дошёл там немножко до меня. Потому что его моб удерживает профессионально на себе. Спасибо, конечно, за услуги танкования, но они мне тут вообще ни к чему, если честно. надо меньше двигаться. Слишком много войдет зон с правой. Я же не отлечу. Надеюсь, нет. Ну, как-то в водицу улетать не особо хочется. Отлично. Надо сундучок лутануть. В тот момент, когда под масочками, то побольше дают различных наград. Ну, конкретно мементусов тоже, зараженных реликвий. Так, касание бездна надо сбивать обязательно, потому что это потоковый стан, а ловить станы, какие-то вообще контроли, в принципе, как-то не хочется. Так, тут опять же поработителей первыми. Стан через питомца, почему бы и нет. тут уже пора столбик юзать первый. Хотя, в теории, можно было бы шотнуть этот пак и без использования еще столба, но это критично может быть. бурстить в этого мопчика не буду. Далее моп посерьезнее. Сейчас он плюнет перед собой, я его просто отведу подальше. Ох, это замедление от плаща. От карабча вернее. фулл бурст без геры. Клиф. Мобы, войдзоны, колечки. Все отлично. Убиваю мобов, ухожу с этого квартала. Нужно убить всех мобов, потому что можно остаться в состоянии боя. Это не особо приятно будет. Минус 15 неприятно. Получается, если бы я юзал только маску на создание войдзон, то если бы я наступил в войдзону, у меня отнялось всего бы 10. Вот так я использую маску, которая жрет здравомыслие на 150% быстрее, путем магических операций математических можно прекрасно понять то, что откуда взялись дополнительные 5 единиц здравомыслия. 10 плюс 5 равно 15. Да? По-моему, да. Могу ошибаться, наверное, но не в данной ситуации. Столб юзать юзать тут не буду, это бессмысленно. Энергии более чем половина. Ну все, можно выезжать по мопцу. Нажму зеленку под самый конец коста с целью того, чтобы он не погрузил меня в немоту. Ну и при этом, чтобы я, конечно же, не потерял ДПС. Сундучок. Отлично. Сундучок потом залутаю. Самое главное, не попасть в станы, в различные кливы и во все такое прочее. опасные мопцы на самом деле эти маленькие. У них мало хп, но всякие эти ударные волны, вихри клинков, ну малость напрягают. Да, нормально здравомыслию. Отдельно я хочу запулить. Просто мне так хочется. Я думаю, даже с использованием этой маски, которая на создание войдзон нет смысла сопротивляться отталкивающему лучу, потому что вы будете бежать и под вами будут создаваться войдзоны. Ну, не самая лучшая картина. Оп, я не тот каст сбил, нужно же было касание бездны сбивать, но ничего. не проблема. Вот и так уже умер. Убиваю пак, юзаю столб. Хорошо быть хуманом. А еще лучше, конечно, не ловить контроль. Разумеется. Может, как-то заагришься, пойдешь за мной, моб. Я обалдею иногда с мобов этих, они фиксейтятся на каком-то мобе и тусуются рядом с ним. Зачем? Можно же надавать по лицу игроку и все. Мобы же они бессмертные. Красивый трансмог. Крутой. Лучше не придумаешь. Я надеюсь, мне здравомыслия хватит для битвы с ним. Но если нет, это вообще весело будет. Ох ты, поток бездны. Побежали. Я забыл про аффикс данной локации, да? Понимаю. Ошибки случаются. не знаю, как нормально от потока этого уклоняться. Бредовый какой-то каст. Мишу без столба. Я думаю, да. Мне его раскатить, наверное, придется. отталкивается. Что? Какие акиры? Зачем вы уже спаунитесь? кто вам разрешал здесь спауниться? Что рофлите? Так, мопчики скоро. М-м-м! Комбо! Удар головой у акировкости крушителя отталкивает назад. При этом еще копии, при этом еще воид-зоны. Как я не потерял все саните, вопрос хороший. Мне кажется, меня просто подкручивают, конечно. пробитый панцирь просто отходим, это суицид от шучков. Опасно, опасно. Это был ластовый столб. Мне нужно убить Риксара и Трала. Гера еще не была сдана. Гера я дам на Риксара под фуллбурст, Трала я думаю и так запинаю. Этот моб просто много воид-зон делает под собой. Нужно выйти из них, да и все. Тут немножко опасный момент. О киркости крушитель. Как мы помним, они толкают назад, поэтому нужно правильно позиционироваться здесь. Похоже в парирование ушел удар головой. Это хорошо. А под Геру Ли... Нет, наверное, это просто войско. И поехали. Происходит какой-то трэш. Окей, сейчас они попинают вурдалаков. Когда уходишь в блайнд, таргеты свитчатся и в принципе все неплохо. Но то, что я словил много контроля, удивительно. Гера почти фулл бурсты на трала. Хватит Ли? Вопрос хороший. Ну, я все сделал идеально. Ни одного, по-моему, коста от зверушек по мне просто не прошло. Если не пробить щиток, там минус 50 здравомыслия, я его не пробиваю. Ловлю стан, умираю, понимаю. Печально можно было сделать лучше.